От померанского шпица до сибирской хаски. Новые постояльцы переедут из питомников в Подмосковье уже в следующем году. Строительства нового блока для собак охватит порядка трёх гектаров, из которых около двух тысяч квадратных метров – площадь основного здания. Для четвероногих рабочих здесь будут предусмотрены индивидуальные вольеры, беговые дорожки для тренировок, площадки для проведения досуга. Также откроется ноу-хау-центра «Водный комплекс». И, соответственно, там будут все необходимые помещения, в которых собаки будут жить, специальные развесочные комнаты, ветеринарный блок и, соответственно, специальные функциональные оборудования, на котором могут будут тренироваться собаки. В частности, у нас будет интересный проект, в котором мы будем тестировать водные беговые дорожки для того, чтобы собаки имели возможность развивать суставы в такой интересной среде. Новое здание будет прилегать к уже существующему, где сейчас живут кошки. До восьми лет животные трудятся на благо своих собратьев, дегустируют большинство кормов, представленных на российском рынке. А после – заслуженная пенсия. В свободное время пушистые эксперты могут на кота-такси доехать до парка или посетить грумера. Объем инвестиций ежегодно позволяет расширять потенциал центра, модернизировать площадки и создавать новые рабочие места. В общей сложности компания вложила уже более 13 миллиардов рублей инвестиций здесь в две фабрики и в центр изучения кормления домашних животных. Продолжает вкладывать по планам, соответственно, в этом и в следующем году не менее миллиарда 600 миллионов будет вложено в различные проекты. Помимо второй очереди центра из ближайших проектов завода – модернизация производственной площадки. При этом Марс – крупнейший налогоплательщик. Компания ежегодно выплачивает больше миллиарда рублей в региональный бюджет. Александра Никитина и Александр Кудряшов. Управда ТВ.